В этом видео вы узнаете, как сделать 1500 бесплатных просмотров в месяц для канала YouTube производства. На основании нашего кейса для компании iSteklo, это стекольная мастерская. Я сначала расскажу немного о результатах, потом о том, как мы это делали, последовательность шагов. Это было сделано в течение 6 месяцев. И также расскажем о том, как продвигали ролики в YouTube, Google и Яндекс. Начали мы с создания видеопрезентации. Для этого составили список основных преимуществ компании, которые оформили в сценарии дикторский текст. Ложить стекло по доступной цене. И все это смонтировали в ролик. Также были созданы несколько роликов по 30-60 секунд. Нарезки кадров с производства, которые использовались как рекламные дополнительные ролики. Кроме этого, как видно, добавили инфографику. И сделали брендированное оформление всех видеороликов. Также анимированный логотип в начале. И анимированную концовку в конце ролика. С призовым к действию. Со всех роликов мы гнали трафик на сайт. Для этого использовали всевозможные триггеры. Как в начале ролика «Закажи стекло во стекло». Всплывающая надпись, на которую всегда можно нажать и перейти на сайт. Также можно подписаться на канал. Есть ссылка в описании. И также в конце ролика всплывают, во-первых, другие ролики, чтобы можно было посмотреть подробнее какие-то другие темы. И также перейти на сайт. Кроме этого, было снято интервью с коммерческим директором на три часа. Которая в дальнейшем разбилась на 33 видеоролика, на различные темы. Темы, связанные с услугами, описанием услуг, описанием продуктов, которые предоставляет компания. Также полезные ролики, связанные с тематикой стекла и зеркала. Чтобы определить темы и какие вопросы мы будем задавать коммерческому директору, было составлено семантическое ядро. То есть набор ключевых запросов, которые, во-первых, наиболее подходят компании тематические, которые, скорее всего, будут вводить потенциальные клиенты. Во-вторых, у этих запросов в гугле на первых страницах есть видеоролик, который мы можем заместить и попасть, и собирать трафик с поисковой системы. И также одновременно конкуренция не слишком сложная. Чтобы, не вкладывая большие средства, можно было бы выйти в топ. То есть мы учитывали разные факторы. И по семантическому ядру мы сделали такой вот файлик, где мы прописали, что вообще требуется рассказать. Разбили все на виды стекла, на различные услуги и обозначили темы, которые мы будем спрашивать у коммерческого директора. Обработка кромки, типовая форма изделия, полировка, шлифовка резко, фацет закалка отверстия. И при этом мы все это перевели в вопросы и подписали, что мы должны узнать из данного вопроса. То есть мы подсказывали, что вы должны рассказать и обозначить тот, тот и тот момент, потому что они очень важны. То есть мы заранее подготовились к этому интервью. Давайте посмотрим несколько запросов. Например, обработка стекла. Это прямой запрос данной компании. Мы вывели ролик в топ. Нажимают на него. Смотрят. С этого ролика переходят потом в дальнейшем на сайт через триггеры. Мы пошли по стратегии, чтобы максимально мелькать по максимальному количеству запросов в ютубе, связанных с стекольной деятельностью. Например, виды стекла. Запросы были не только коммерческие, а скорее чаще из-за того, что ролики в топе гугла связаны с какой-то полезной информацией, с словом «как» «Сокалка стекла», «Обработка кромки стекла», «Производство стекла». И можно заметить, что оформление везде одинаковое. То есть, если человек один раз увидел превьюшку, второй раз увидел превьюшку, третий, он уже запоминает, что что-то – это одно. И когда он наткнется на ролик и поймет, что он уже этого видел, будет больше доверия, чтобы перейти на сайт и посмотреть все-таки, что предлагает данная компания. Теперь посмотрим, вот мы обработку стекла ввели, сколько это по запросам в Яндекс.Вордстат. Вот, 9772. Возьмем запрос «Сатенат». Мы брали запросы, которые связаны чисто со стекольной деятельностью. Сатенат – это такое мотированное стекло. 1209 запросов. Давайте наберем «Сатенат». Тоже ролик в топе. Наберем, например, низкочастотник «Правила перевозки стекла». Всего 44 показа. Стоит еще упомянуть, что Яндекс.Вордстат показывает выше, чем есть на самом деле. Я просто здесь удобнее показать вам, проиллюстрировать. Правила перевозки стекла вводим тоже в Google. На второй странице сразу несколько наших роликов, потому что мы продвигаем через социальные сети, видеохостинги, 6 штук, разные. У нас вот получилось, что этот запрос сразу вывел через YouTube, одноклассники, а также с нашего сайта. И когда ищут партнеров, часто вводят общий стекольный завод, стекольная мастерская, производство стекла. И вывели ролик по стекольной мастерской в Москве. Вот сюда. Опять же, превьюшки похожие. Если говорить про другие видеохостинки, например, в YouTube, то также ролик, например, у нас выводится на первой странице. Также виды стекла здесь же у нас в топе. Все это можно посмотреть у нас на сайте. Вот здесь вот ссылочка, где вы увидите статистику, которую мы сейчас рассмотрим. По этой ссылочке вы увидите скрины роликов в топе в Google, в YouTube, в Яндексе. И также можете перейти на канал посмотреть. Давайте посмотрим как раз скрины. Сначала я вам покажу еще топ Яндекса. В Яндексе тоже ролики попадают в топ через некоторое время. Обычно 1-2 месяца после того, как они там оказались в Google. Ну и вот, собственно, примеры, что и Яндекс тоже подсасывает ролики, и оттуда идет трафик. Аналитика YouTube. Вот статистика. За 30 дней канал производства стекла. Поиск на YouTube. 1099 переходов. Похожие видео 820, но из них много видео также со своих роликов переходит. И использование рекламы YouTube. Давайте подробнее посмотрим. Средний просмотр в процентах 66%. Можно увидеть, какие видео лучше выстреливали. Также, а удержание, это очень важный момент. Специально снимались ролики, монтировались очень короткие. То есть, минута-две. Как видно, за 30 дней также трафик идет с Google Search и Яндекс.ру. Ну и как пример, вот просмотры роликов по таким вот запросам. То есть, вводили в YouTube запросы «Закалка стекла», «Трипокс», «Пескоструйная обработка», «Заказать стекло» и через них переходили на ролик. Также вы можете посмотреть запросы «Вордстат» по ссылочке. Ну и увидеть там 9000, 7000, 13000, 1000, 21000. Например, «Заказать стекло» давайте введем. Это коммерческий запрос. И также у нас есть ролик в топе. Вот чек-лист, по которому мы продвигаем видеоролики в YouTube. Можете сделать скрин, использовать его. Это оптимальная по нашей версии последовательность действий. Если вы хотите узнать подробнее, то следите за новостями в нашем блоге. В конце этого видео или ссылочка в описании, или в конце видео можно подписаться. Мы обязательно сделаем подробный разбор этого чек-листа. Что мы делаем? Стандартные действия. Это оптимизация описания, заголовка, тегов, добавление в плейлисты. Первый лайк, просмотр, комментарии. Распространяем в максимальном количестве социальных сетей, в том числе и своих. Делая индивидуальное описание. Все обязательно. Везде ставим UTM-метки, чтобы можно было отслеживать. Давайте посмотрим UTM-метки, как выглядят. Вот, например, YouTube. Это UTM-метки на сайт ROM-стекло. Например, 200 переходов. С описания 100. С overlay 66. Также в социальных сетях тоже ставим UTM-метки. Тоже там 100 переходов. Это как пример. Кроме этого, продвигаем видеоролики через рекламу Google AdWords. Давайте посмотрим. Вот, например, наше объявление. Количество показов, просмотров. Стоимость просмотров в районе 0,6-0,9 рубля. Также есть дополнительные просмотры. То есть, это те люди... Например, человек пришел, посмотрел ролик через рекламу, и потом ему захотелось посмотреть другие ролики. Или он через некоторое время стал смотреть другие ролики. Вот это вот как раз и есть бесплатные дополнительные просмотры. Они не оплачиваются. Рассмотрим на примере одного ролика. Там вот обработка стекла, например. Поделились. Вот, 603 поделились. Видео в плейлистах. Вот, добавлено в плейлисты 287. Подписчики. С данного видео 38 подписчиков. Также можем еще раз посмотреть источники трафика. Вот, с данного видео. С поиска. 774. Реклама 220. Похоже, видишь, 66. Ну, как видно, что здесь также ролики других каналов YouTube, в которых рекомендуют к просмотру видео наше. Подытожим. Чтобы получить результат, было составлено семантическое ядро, была снято видеопрезентация, на основании которой сделаны рекламные нарезки ролики, а также снято интервью, разбито под ключевые запросы, специально оформлено, брендировано, и с помощью специальных действий продвигался канал YouTube и каждое видео в отдельности. И через 6 месяцев мы уже получили такой результат, который с каждым роликом прирастает на около дополнительных 50 бесплатных просмотров. Если вы тоже хотите продвигать свой бизнес и компанию с помощью видео, смотреть другие наши кейсы, узнать подробнее, как мы работаем по нашему чек-листу, то подписывайтесь на наш блог. Ссылочка будет в конце этого видео или в описании. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу, и будьте на виду! Субтитры создавал DimaTorzok